Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад вас всех видеть. Прошла ещё одна неделя, и Бог даёт нам отдых. Можно сказать, с добрым субботним вечером! Сегодня хотелось поразмышлять с вами о теме, которая, думаю, важна для каждого человека, а больше, наверное, или важнее для верующего. Вы сильно устали после недели рабочих? Нет? Полный сил, да? Попробуем настроиться. Дети, кто меня видит? Дети, поднимите руку, у кого есть родители. Взрослые, у кого есть родители? Взрослые, у кого есть дети? Взрослые, мужья, у которых есть жёны. Жёны, у которых есть мужья. Взрослые, у кого есть братья. Взрослые, у кого есть сёстры. Взрослые, у кого есть другие родственники. Можно поднимать и поднимать, да? Хорошо. А бывало ли так, что в вашей жизни, вот тех, кого мы перечислили, вы обижали? Бывало? А бывало так, что они обижали вас? Бывало. Бывало, да? Хорошо. Тогда, думаю, для вас несложно будет ответить на такой вопрос. Скажите, а в каком положении лучше? Когда вас обижают или когда вы? Я согласен с вами в том, что конфликт неприятен обоим сторонам. Но когда возникает следующая череда вопросов? Если этот конфликт возникает? Нужно ли что-то делать, чтобы конфликт был исчерпан? Что делать, если я начал первым? Как поступить, если меня обидели? Нужно ли просить прощения? Как найти в себе силы простить? А нужно ли ему или ей мое прощение? Оно нужно нам. Оно нужно нам, да? Вариант. И такой простой вопрос. Можно даже сказать меркантильный. А сколько стоит прощение? Не задавали себе такой вопрос? Давайте попытаемся представить себе пару ситуаций. Итак, первое. Один человек был обманут или обижен, оклеветан, или несправедливо высмеян, чтобы разрешить конфликт. Что бы вы посоветовали в этом случае сделать виновной стороне? Не слышу вас. Даже если не виноват, попросить прощения. Даже если не виноват, попросить прощения. Ну, не в каждом случае это подойдет. Иногда горячее угли на голову подойдет. Тоже вариант. Решение конфликта, да? Подогреть немного, да? Углями. Конечно, в этом случае, когда вот такой вот у сторонников конфликт, и каждая страна считается, то есть, правой, правой, то, конечно, трудно сразу осознать, что ты был неправым, может быть. Потому что, для этого надо анализ этой ситуации. Но молитва есть всегда. Даже чтобы понять, нужно молиться, сказать, Господи, ну, покажи мне вот эту ситуацию, как ты ее видишь. И если ты не будет сегодня, это будет завтра. Это будет послезавтра. Он это придет. Если ты это хочешь понять, и в конце концов, если ты любишь этого человека, ведь проблема в том, кто тебе сказал, понимаете? Если ты любишь человека, то ты прощаешься. Ну, оно более ранимо, естественно, когда ты именно, скажешь, как это чувство человека. Но быстрее прощается. Но я думаю, что только молитва в этом случае, когда у обоих нет силы сказать «прости», потому что считаешь, что права, права, призна. То только молиться. Просить у Господа покоения и разрешить ситуацию. Хорошо. Другая ситуация. Один человек принес другому материальный вред. Ударил машину, поломал инструменты, украл вещь. Как поступить в этом случае, чтобы решился конфликт? В пятикратном размере. В пятикратном размере, в разуме, не меньше. Сразу. Когда он точно знает, что он прав. Когда он точно знает, что он прав. Если ты точно знаешь, что человек этот украл, то надо к нему пойти. И вот говорится, к нему человек. Это если... Так, представьте, что я у вас украл. Вот я спрашиваю, как поступить? А вы мне говорите, вот тот, который, пусть он к тебе придет. Афима, я бы к тебе пошла. Да? Ты сказала, Афима, в чем проблема? Почему ты это сделал? Ты бы мне ответил, в чем проблема. Может быть, я тебе и так отдала, если тебе это так надо. Ну, просто диалог. Что ж ты так быстро взял? Что-то не подождал, пока я найду время и тебе дам, да? Просто у меня в жизни было таки скучно ни один, ни два. Когда люди, дорогие, которые ходили в дом, которые ты сто процентов доверял, и потом оказывалось, что они воровали, и уже не один гост, поэтому не воруют. Большой вопрос. Почему ты это сделал? И вышли беседы. Почему ты это сделал? Ну, в чем проблема? Ты же мог сказать. Я же, первая, вот так дать. Ну, в чем проблема? То есть, как правило, ответ был такой. Я завидовал вашим детям. У них и папа, и мама. У меня папа нет. И там еще другие моменты. Да, или завидовал, или так хотелось, или так было сейчас надо и не мог дождаться. Хорошо, вот перед нами две ситуации, да? Одна чисто моральная, вторая материальная ущерба. Скажите, в каком случае прощение дороже? Сложно, да, вопрос? Да. К сожалению, в жизни часто встречаешь людей, которые не видят разницы, где они причинили материальный ущерб или вред, где моральный. И просто прости, пошел дальше, а ты сам разбирайся. К сожалению, это есть, это обесценивает важность этого понятия. В книге Левит Бог нам открывает интересный случай, когда Он говорит о том, что если нанесен вред, то прощение чего-то стоит. Левит 24, 18. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее. Скотину за скотину. Братец предложил в пять раз. Бог говорит, если ты что-то взял, как минимум возмести равноценно. Есть еще одна ситуация, в которой описывается книга «Второзаконие». Второзаконие, 22 глава. Из 13 стиха. Немножко неприятная ситуация, но Бог говорит, что ее нужно решать и даже подсказывает, как. Если кто возьмет жену, войдет, не возненавидит ее и будет возводить на нее порочные дела, пустит о ней худую молву и скажет, «Я взял эту жену, вошел, не нашел у нее девства, то отец и мать отраковицы пусть возьмут, вынесут признаки девства старейшинам города, отец скажет старейшинам, «Дочь мою отдал жену этому человеку, и он ныне возненавидел ее». То есть есть ли объективная причина? Нет. Человек просто побыл с женой, не понравилось, или увидел другую, которая понравилась, и говорит, «Все, давай, собирайся домой, а у меня будет все хорошо». А Бог говорит, «Нет, вот ты хочешь легко решить проблему, а я тебе ее усложню». Как? Расстрелят одежду перед старейшинами, старейшина этого города пусть возьмут мужа и накажут его, наложат на него сто сиклей серебра, пенья дадут отцу отраковицы за то, что он пустил худую молву о девице, о девице Израилевой, она же пусть останется женой его, он не может развести с нею во всю жизнь свою. Сложно? Не надо так. Рузана, не согласна. Проблема в чем? Проблема в том, что мужчина взял жену, она ему не понравилась, и он говорит, «Ну все, собирайся и до свидания». А Бог говорит, «Нет, собираются, разбираются и накладывают на него пеню в сто серебряников». Скажите, а сто серебряных сиклей это много или мало? Родить отцу. Написано отцу. Есть варианты, да? Оказывается, мы не... Давайте остановимся на ситуации. То есть он просто не захотел... Он хорошо подумает, да? Следует ли вообще открывать рот? Сумма долга очень большая. Вот я и предлагаю нам. Давайте представим. Сто в сикле серебра. Это много или мало? В то время очень большая сумма. Если посчитать сейчас, это всего лишь 220 долларов. Много? Для американца? Нет. Это если просто, мы считаем калькулятор. А если представить то время, когда это все писалось? Авраам купил за 400 сиклей целое поле, да? Пещеру. Там какие-то горы были. Эта пещера была в горах. То есть он довольно-то просторный участок взял за 400 сиклей. То есть за 100 можно было купить неплохой кусок земли. Если посчитать меньше, за сколько был продан Иосиф? Помните? За 20. За 20. То есть за 100 можно было продать 5 Иосифов. За сколько был продан Иисус? За 30. И за эти деньги купили целый кусок земли. То есть 100 серебряных шекелей это была довольно-таки внушительная сумма, чтобы человек серьезно задумался над принятием своих решений. и обдумывал их довольно заранее и понимал, что за каждое слово есть ответ. Вопрос к семейным. Можно вам задать? Если возникает в семье конфликт, чье прощение стоит дороже? Прощение мужа или прощение жены? Когда муж просит у жены прощения? Или когда жена у мужа? Так как муж сильная половина, он должен проявить свою силу. То есть он должен ну как первый сделать. Это конечно ситуация. Принести прощение, букет прощения, еще что-нибудь. будет, да? Ну как вариант. В женском случае чаще мы слышим, а что я такого сказала? Идем дальше. Когда человек обижает или огорчает Бога, есть ли цена у прощения? Во времена Ветхого Завета человек, который согрешал, он понимал, что ему нужно взять здоровое, целое животное, отвезти его в храм, и там животное умирало, а человек прощенный продолжал жить. Апостол Павел выражает эту идею в послании к евреям в 9 главе в 22 стихе такими словами. Без пролития крови не бывает прощения. Продолжая эту мысль в 26 стихе, он говорит, что Иисус однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. в 28 стихе. В 28 стихе он продолжает эту мысль, говорит, Христос однажды, принеся в Себе жертву, подъел грехи многих. Без пролития чьей крови не бывает прощения? Без пролития крови Сына Божьего. Почему я с вами об этом говорю? В последнее время прощение стало очень обесцениваться. И если одни люди что-то сделав, сказав, просто говорят, да, сорян, другие просто делают вид, что ничего не произошло и думают, что оно как-то само собой разрешится. Я просто хотел бы напомнить, что прощение это всё-таки физическая величина. Мы часто хотим её обесценить, часто хотим её свести просто на уровень слов. Но построить отношения легко, когда они нарушены? Нелегко. Легко ли вернуть доверие? Легко ли вернуть любовь? Хочу пожелать вам, если вы кого-то обидели или нанесли вред, не бойтесь признавать свою вину, свои ошибки, умейте просить прощения. Если вы оказались обиженной стороной и к вам приходит человек, который просит прощения, который ищет того, чтобы восстановить отношения, прощайте великодушно. Можно было бы на этом и закончить. Но я задам ещё один вопрос. А как же оценивали прощение библейские личности? мы возьмём ещё одну историю, которую попытаемся рассмотреть. Она описана в Евангелии от Марка в 14 главе и в Евангелии от Луки. Вам она знакома или мы перечитаем? история. История когда Иисус исцеляет прокажённого Симона и тот в благодарность приглашает его на пир. На этот пир приходит Иисус с учениками и на этот пир приходят фарисеи знакомые этого Симона. На этот пир приходит женщина Мария которая разбивает лавастровый сосуд с драгоценным маслом поливает Иисуса оттирает волосами его ноги. На этом пире сидит Симон который задаёт вопрос а знает ли он кто эта женщина. Знакомая история? Знакома. Давайте представим себе ситуацию. Пришёл Иисус находится Иисус вокруг него ученики Симон фарисеи дальше заходит Мария ложится становится на колени сзади Иисуса поливает его склоняется плачет вытирает ноги волосами своими. Как вы думаете сколько человек было на этом пиру? Так примерно. Никогда не думали на таким вопросом? ученики двенадцать есть учеников плюс Симон плюс Мария плюс фарисеи не меньше двадцати не меньше. Как вы думаете сколько человек находящихся на том пиру нуждалось в прощении? Все. Давайте всё-таки прочитаем наверное из Евангелия от Луки седьмой главы эту историю и попытаемся услышать то что Иисус говорит о ней. Некто из фарисея просил его вкусить с ним пищу и он войдя в дом фарисея возлёг с ним. И вот женщина того рода которая была грешница узнав что он возлежит в доме фарисея принесла лавастровый сосуд с миром и встав позади его ног плача начала обливать ноги его слезами отирать волосами целовала ноги и вымазала миром видя это фарисей пригласивший его сказал сам себе если бы он был пророк то знал бы кто и какая женщина прикасается к нему ибо она грешница обратившись же к нему Иисус говорит Сим я имею нечто сказать тебе он говорит скажи учитель знал ли Симон что он ему скажет не знал да но когда Иисус начал Иисус очень Симон четко понял что Иисус читает немного больше чем видно снаружи Иисус сказал у одного взаимодавца было два должника один должен был 500 динариев другой 50 но как они не имели чем заплатить он простил обоим скажи который из них больше возлюбит его Симон отвечал думаю тот кто больше простили Иисус говорит правильно ты рассудил и вот тут он начинает отталкиваясь этой притчи расставлять акценты в реальной ситуации и обратившись женщине сказал Симону видишь ли ты эту женщину я пришел в дом твой и ты воды мне на ноги не дал она слезами облила мне ноги волосами головы своей отерла ты целования мне не дал а она с тех пор как я пришел не перестает целовать у меня ноги ты головы мне маслом не помазал а она миром помазала мне ноги и потому сказываю тебе прощаются грехи ее многие за то что она возлюбила много а кому мало прощается тот мало любит итак вновь вопрос стоит ли прощение чего-то есть ли у него цена история с Марией говорит что да знаете наша жизнь порой бывает похожа на этот пир порой мы можем вести себя как персонажа этой истории мы можем считать себя друзьями Иисуса пытаясь занять более выгодное и удобное место можем подобно Симону зная что в человеке сторониться его говоря он такой и что он здесь делает можем подобно фарисеям с чувством собственного превосходства задавать каверзные вопросы сеять сомнения в окружающих или унижать их авторитет можем подобно Иуде посчитать что искренний дар это напрасная трата денег а можем подобно женщине Марии прийти со своей нуждой с благодарностью за то что ее поняли и приняли И последний вопрос скажите с этого пира кто ушел прощенным ушла женщина одна прощение это дар но за него всегда кто-то платит и благодарность Богу за то что тот кто платит за мое прощение еще жив и прощения у него еще хватает аминь помолимся великий и дивный наш отец и бог благодарны тебе за слово твое за то что в нем всегда много интересного полезного для нас что ты всегда содержишь в нем для нас поучение для жизни реальной в которой мы живем благослови нас искать тебя приходить к тебе с чистым сердцем благослови нас искать у тебя прощение благослови нас не ставить для себя что-то в жертву когда ты приглашаешь следовать за тобой благослови уметь прощать тех кто окружает нас аминь аминь что-то как не как Продолжение следует...